Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Вот даже такие мелочи, казалось бы, как хранить рабочий раствор фитоспорина, и то некоторые новички, ну как теряются. Вот развели мы вчера этот раствор. Он был как пластилин, потом комочками, и сейчас это стал такой вот жидкий, густоватый, черный раствор. Как его хранить? Многие спрашивают, что его оставлять в баночке или куда-то переливать. Я сейчас расскажу, как я храню, и думаю, многие опытные огородники так делают. Каждый раствор какого-то удобрения или еще чего-то должен обязательно у вас быть промаркирован. То есть, если вы его храните, вот я переливаю в полторашку, и обязательно вот эту вот упаковку, лицевую часть приклеиваю, чтобы было обязательно видно название. Нужно, чтобы было видно название и хотя бы, ну, краткое описание, если вы, например, еще не знакомы подробно с каждым препаратом. Потом, заднюю вот эту вот половинку пачки тоже нельзя ни в коем случае выбрасывать, потому что, во-первых, здесь все дозировки у нас, вот как замачивать семена, как поливать, обрабатывать, ну, это я вкратце, все-все здесь описано. Здесь дата стоит, чтобы вы потом знали, например, на будущий год вышел у нее срок хранения или даже в этом году, обязательно все это должно у вас остаться на весь сезон, на многие месяцы, до самой осени, пока он у вас не кончится. Я, когда развожу раствор, просто переливаю его в этот, в полторашку. Вот он на месте. И здесь он будет у меня храниться все лето. Это очень удобно, потому что перед тем, как его использовать, хорошенечко встряхнете его, он же оседает, протрясете, протрясете. И, пожалуйста, нужна одна ложка столовая, возьмете одну столовую ложку. Нужна чайную ложку, возьмете чайную ложку. Вот это, я считаю, самый оптимальный, самый удобный способ хранения фитоспорина. Все. Вот этот короткий видеоролик, именно для тех, кто только-только начинает и не знает, куда же ему приспособить вот это вот. Лучше хранить все в одном месте, в недоступном для детей. И когда нужно будет, вы подойдете, посмотрите. Это у меня фитоспорин, это у меня еще что-то, сыпучие удобрения я тоже так же храню. Насыпите, нальете, сколько вам нужно. Все. С вами была Ольга Чернова, коротенький видеоролик. И моя огородная азбука для начинающих, садоводов и огородников. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok